И главное событие на этой неделе на самом деле может оказаться даже главным за все лето. Не успели жители в июне в Суматохе выбрать независимого поставщика электроэнергии, поворчать о ценах, которые хоть и стали частично компенсироваться государством, но все равно в итоговых счетах подросли на 20-30% по сравнению с июнем. Как для 180 тысяч домов и квартир, а это около полумиллиона жителей, пролился ледяной душ. Поставщик «Перлос Энергия» в одностороннем порядке уведомил своих клиентов, что расторгает с ними договора и переводит всех на план биржа. Это значит, что те, кто подписал договора с фиксированной ценой, а значит, после компенсации платил не больше 24 центов за киловатт-час, оказались наедине с дикой пляской на энергетическом рынке Литвы. Если в цифрах, то такой потребитель должен теперь будет платить не 24 цента, которые ему обещали заморозить вплоть до Нового года, а по 48-49 центов за киловатт-час. Это в том случае, если цены на бирже останутся как в первых числах августа. А может даже и больше. Кто его знает, осень и зима только приближаются. И это учитывая, что еще в июне платили по 12-17 центов за киловатт-час. В одно мгновение – скачок в разы. Всем клиентам дали месяц на размышления. Однако уже сегодня ясно, что никто добровольно с такой наглостью поставщика не согласится. Власти подтвердили. В одностороннем изменении условий договора есть все признаки серьезного нарушения. «Перлос Энергия» оправдывается. Дескать, не было у них другого выхода. И никто, мол, не ожидал такого роста цен на бирже. В итоге клиентам этой компании предложено либо разорвать договор и уйти к другому поставщику, либо согласиться с условиями, но можно никуда и не уходить, но письменно написать, что с изменениями не согласны. Тогда теоретически «Перлос Энергия» будет вынуждена поставлять такому хозяйству электричество по первоначальным условиям в контракте. Тоже так себе вариант. Все эксперты сегодня в едином порыве твердят, что «Перлос Энергия» в итоге не жилец на этом рынке поставщиков электроэнергии. Впереди, вероятно, банкротство. Остальные поставщики один за другим завалили пострадавших жителей предложениями перейти к себе. Мол, прежний тариф в 24 цента до 1 января 2023 года сохраним, но дальше будете платить. И тут уже у всех разные предложения, но везде примерно по 40 центов. Но главное – это срок этой новой фиксированной цены. Договора предлагают заключать на 3 года. И тут для жителей новая лотерея. Что делать? Согласиться? Но как быть, если всевозможные эксперты сегодня кругом трубят, что прямо сейчас у нас цена на электроэнергию в 10 раз выше, чем в Скандинавии. Или в 2 раза выше, чем в Польше. В шведской зоне электричество вообще в 100 раз дешевле, чем в литовской. Сравнение идет за сравнением. И все они не в пользу Литвы. А вдруг как раз через год все как-то успокоится, паника на рынках пройдет, цены в Литве выровняются с общеевропейскими и естественным образом окажутся ниже, чем сейчас. И кусай себе локти на здоровье, сидя при свече в холодной квартире с договором на 3 года с драконовским тарифом. Платить придется ровно столько, сколько написано в подписанном тобой контракте. Даже если на бирже в этот момент цена будет по 15 центов за киловатт-час. А если все будет ровно наоборот? Если сегодняшние дикие ценники на бирже – это только цветочки, а ягодки расцветут в грядущую суровую зиму, когда дефицит газа ударит вообще по всему, в том числе и по генерации электроэнергии. И вот ты решил в этом августе рискнуть, не стал подписывать сверхдолгосрочный контракт, остался привязан к колебаниям цен на бирже. А тебе раз – и по евро за киловатт-час. Получите, распишитесь. Что выбрать? Как поступить? Никому ничего не ясно. Эта либерализация рынка загнала жителей в одно большое казино. Делайте ставки, господа. Возможно, вас ждет банкрот. А может, и повезет. Полная лотерея. И что особенно печально, власти самоустранились от этого процесса. Нет, Пиарлос Энергия скорее всего накажут. Но государство не спешит подкладывать подушку безопасности и давать хоть какие-то гарантии населению. Премьер-министр Ингрид Ащемонити и вовсе заявила, что хотя Пиарлос Энергия и не смогла оценить свои собственные возможности, но, по ее словам, сами жители должны были сделать более ответственный выбор и оценивать не только цену. Главу правительства после такого высказывания буквально съели эксперты по коммуникации. А сторонние энергетики рассуждали, какой же это мог быть такой иной и более ответственный выбор. Всем стать экспертами в энергетике? Начать разбираться в тонкостях, что Пиарлос – это вообще компания из индустрии лотерейного бизнеса, которая захотела еще открыть отдельную контору и стать поставщиком электричества, при этом не произведя ровным счетом ничего, а только выступая посредником. Но так, в конце концов, именно власти допустили ее в этот список. Далеко не каждому удалось получить статус независимого поставщика электроэнергии. Эта тема точно будет еще долго влиять на политическую картину Литвы. Но самое главное – дискредитирована оказалась сама либерализация рынка электроэнергии и начало конкуренции на ней разных игроков. Ведь это не идея Литвы. Переход произошел бы при любой власти. Но все сделали так коряво, что вряд ли жильцы этих 180 тысяч домов и квартир будут дальше верить властям. И не только в этом вопросе, но и вообще во всех. Так уж устроена психология человека, что провал в одном направлении, особенно когда ты за него сам платишь, настоящие тобой заработанные деньги распространяются вообще на все. Одно дело ворчать, что якобы все вокруг плохо, а совсем другое дело – получить конкретный счет, который в мгновение стал в несколько раз больше. За поддержку агрессора – лишение гражданства Литвы. Такой поистине исторический закон готовятся внести в Сеем Литвы. Нет, речь не идет про всех граждан Литвы, а только тех, кто получил гражданство в исключительном порядке. Но все равно это очень знаковое для Литвы событие. Буквально дух времени. И появилась идея после скандала вокруг фигуристов Повела Саванагаса и Маргариты Дробязко. Они выступили на ледовом шоу в Сочи, которое организовала жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Еще до выступления в Литве поднялась волна возмущения. Двое граждан Литвы, к тому же еще кавалеры литовских наград, развлекают агрессоров под боком рвущихся снарядов в Украине. Ванагаса и Дробязко в итоге лишили госнаград, которые ранее они получили как раз за прославление Литвы. Декрет подписал президент, который выступил с отдельным видеообращением. «Хватит, значит хватит», сказал глава страны. Если по осени в Литву прибудет столько же украинских беженцев, сколько с начала войны, то самой большой проблемой будет их размещение, предупреждают неправительственные организации. Как сообщает агентство Эльта, проблему с жильем для будущих беженцев признают и в Министерстве социального обеспечения и труда. В частном секторе возможности размещения практически исчерпаны, посчитали чиновники. Нужно искать потенциально пригодные для жилья площади в неиспользуемых школах и общежитиях и подготовить их для размещения людей до начала отопительного сезона. Тем временем Министерство образования, науки и спорта объявило, что в новом учебном году в школы и детские сады пойдут порядка 40 тысяч украинских детей. 35 тысяч в школы, 5 тысяч в дошкольные учреждения. Домашние экспресс-тесты для диагностики COVID-19 будут считаться достаточным основанием для регистрации заболевшего. А эпидемия в этот холодный сезон будет объявляться локально, с учетом роста заболеваемости. Ни о каком общегосударственном карантине речи не идет, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис. Средняя продолжительность жизни в Литве одна из самых низких в странах Европейского Союза. Об этом говорится в статистическом отчете состояния человеческих ресурсов, подготовленного правительственным центром стратегического анализа. В 2020 году средняя продолжительность жизни в ЕС составляла 82 года и 6 месяцев, а в Литве 75 лет и 1 месяц. Литовская республика находится в конце списка. По этому показателю она уступает лишь Болгарии и Румынии. Кроме того, статистика говорит, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в Литве самая высокая в ЕС. Мужчины в среднем живут 71 год, а женщины 81. В Вильнюсе 8 и 9 августа проходила конференция демократических сил «Новая Беларусь» под лозунгом «Прекратить споры и работать вместе». Ее организует офис Светланы Тихановской. Сама конференция прошла двухлетнюю годовщину начала массовых протестов в Беларуси, которые были жестко подавлены силовиками. Но и в Вильнюсе мероприятие прошло неспокойно. Делегатам пришлось эвакуироваться из-за сообщения о заминированном помещении. Сообщение было ложным. Базовая потребительская корзина самых дешевых повседневных продуктов питания в магазинах в июле заметно подорожала. Об этом свидетельствует анализ портала мониторинга цен Pricer.lt. По сравнению с прошлым месяцем корзина подорожала почти на 30 центов, а по сравнению с июлем прошлого года – более чем на 16 евро. Годовая инфляция в июле составила 21,6%, а самое большое влияние на рост цен спровоцировало подорожание электроэнергии. Тем временем департамент статистики подсчитал, что каждый пятый житель страны живет в долг. В этом году, говорят спасатели, лето выдалось как никогда богатым на работу. Ситуации порой бывают очень тяжелыми. Отдыхающие пьют, игнорируют предупреждения, лезут в воду, когда этого делать нельзя, тонут, а некоторые даже забывают о своих детях. Несмотря на то, что сезон еще не окончен, на одних лишь пляжах Клайпиды в этом году спасли 27 человек. Раньше такого не было, говорит глава клайпидских спасателей Александр Сияки. Похожее лето было 7-8 лет назад, 5 лет назад. Этим летом у спасателей в разы больше работы. За последние 4 года в литовских зоопарках погибло или просто исчезло более 100 охраняемых диких животных, сообщает портал гивунуапсуга.лт. По словам руководителя Организации по защите животных ГАТО Бригитты Кимантайте, с 2018 года только в 4 литовских зоопарках погибло более 120 охраняемых диких животных. Более 40 животных просто исчезли. Ну а мы, команда Литвы за неделю, с вами прощаемся до сентября. Следующий выпуск в видеоформате мы выпустим уже осенью. Наша небольшая команда готовится к новому сезону. И, как говорится, нужно все переформатировать. Совсем скоро нам исполнится 2 года, и они выпали действительно на безумное время. Пожалуй, так как сейчас не было целый век. Это время войдет в учебники истории. Так сложно, ярко, плохо, мерзко, гадко, двулично, местами идиотски. Используйте любые метафоры. Не было очень давно. Пожалуй, столетие. Время вспоминать и учить историю. Там все ключи к разгадкам. Но нам, мы так решили, надо рассказывать дальше. 2 года назад мы сами себе не представляли, что у нас будет такая миссия. Какой-то коронавирус сегодня выглядит ерундой, хотя только что это была главная проблема. Но мы продолжим. И мы очень благодарим тех, кто нас поддержал. Нам переводили и 100 евро, и 5 евро. Есть патреон и возможность поддержать на этой площадке. Все не только в наших руках, но и в ваших. Этот каждый цент позволяет нам записывать хронику этих непростых времен и дальше. Вы, кто нас поддержал? Наши работодатели. Спасибо вам. А на этой неделе нас поддержал Сергей Ша. Увидимся совсем скоро. Перерыв мы делаем только для этого видеоформата новостей. На сайтах и во всех социальных сетях мы продолжим вещать в ежедневном формате. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин